Социальных работников пригласили в здание городского собрания Сочи. Здесь, в торжественной обстановке, их поблагодарили за нелегкий труд, ведь это всегда работа с людьми, которым необходима помощь. Ветераны, пенсионеры, дети, инвалиды. Анатолий Пахомов отметил вклад города в поддержку семей, которые находятся в непростой жизненной ситуации, и рассказал о ближайших планах. Я очень горжусь тем, что сейчас и власти города, и депутаты городского собрания, и Лига женщин воздобра решили создать еще один реабилитационный центр для детей с ДЦБ. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, какое это горе, какой это тяжелый труд родителям, которые имеют именно таких детей. И мы должны ценить этих родителей, показывать им всяческую помощь и поддержку. Социальная сфера города представлена сотрудниками органов социальной защиты, работниками пенсионного фонда, фонда медицинского страхования, районных ЗАГСов, отделов социального развития, Центра занятости населения, управления по вопросам семьи и детства, управления образования, культуры, здравоохранения. Вклад каждого такого учреждения имеет положительный результат. Дети уже выросли, уже выросли, и многих выпустили в большую жизнь. И даже здесь сейчас находится бывшая воспитанница, которая находится в нашем зале, которая окончила высшее учебное заведение и благополучно социализирована в нашем обществе. Это наш результат, это оплата за наш труд. В Сочи нуждающимся оказывают всевозможные меры в социальной поддержке. Это ипотечное кредитование многодетных семей, ежемесячная денежная выплата из местного бюджета 16-ти отдельным категориям граждан. Немаловажным является освобождение пенсионеров Сочи от уплаты земельного налога. В этом году 236 ветеранов смогли получить оздоровление в сочинских санаториях. 35 ветеранам отремонтировано жилье. В целом в социальной сфере Сочи трудится 2000 человек, профессиональный праздник которых отмечается 8 июня. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова